Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами AstroBT и это новый обзор на встраиваемый духовой шкаф Мидея. Сегодня мы поговорим о модели MO67-00. 7 программ приготовления. Камера объемом в 70 литров, максимальная температура 250 градусов, полуавтоматические программы приготовления, простое и понятное управление. Ну что, заинтересовали? Тогда смотрите видео до конца, чтобы узнать обо всем подробнее. Нержавеющая сталь это отличная расцветка, которая будет выглядеть аккуратно на кухне любого цвета. Ну а если вы приверженцы классических однотонных моделей, то данная духовка есть в черной, белой и бежевой расцветках. Чтобы узнать все самое интересное о данной модели, смотрите видео до конца. А для получения технической консультации вы можете позвонить на нашу горячую линию, номер уже на ваших экранах. Также вы можете оставлять комментарии с вопросами под видео и наша команда специалистов с удовольствием ответит на них. Духовой шкаф уже стал той техникой, без которой не обходится практически ни одна кухня. Духовка должна быть непременно в каждом доме. В ней можно тушить и запекать мясо, рыбу, овощи, печь пироги, кексы, а также готовить другие не менее аппетитные блюда. А вот куда ее установить, каждый уже думает для себя сам. Духовой шкаф является полностью независимым. Его можно установить в любое удобное для хозяйки место, под столешницу или в колонну с другой бытовой техникой. Лучше всего подумать об этом на этапе планирования покупки, ведь необходима отдельная ниша в кухонном гарнитуре. Для этого вы можете ознакомиться с руководством по эксплуатации духового шкафа, где указаны все требуемые размеры и варианты размещения. Найти его можно на сайте medeyakizet.com. Ссылка в описании. Духовой шкаф является полностью электрическим, что дает ему ряд преимуществ. Во-первых, электрическая духовка имеет возможность нагрева и сверху, и снизу, за счет чего можно не беспокоиться, что пирог подгорит с одной стороны и не пропечется с другой. Во-вторых, электрическая модель наделена полезнейшей функцией конвекции, которая распределяет горячий воздух равномерно, запекая одновременно несколько блюд на разных уровнях. Обо всех программах и функциях мы поговорим далее в видео. Перед началом эксплуатации духовки необходимо подготовить место и вывести отдельную розетку для подключения. Кроме того, перед покупкой ручка не установлена, а находится в комплекте внутри. Для ее установки наденьте оба конца ручки на металлические опоры таким образом, чтобы паз, располагающийся с края ручки, находился по правую сторону. После чего убедитесь, что левое и правое крепления находятся в пазах и ручка прилегает плотно к стеклу, а затем сдвиньте вправо до фиксации. Камера духового шкафа имеет объем в 70 литров. Стандартный объем, который подойдет для приготовления как большого блюда для всей семьи, так и нескольких уровней выпечки. В комплекте уже идет два противня и решетка, которые вы сразу можете испробовать в действии. Управление при этом довольно простое и понятное с первого взгляда. Через утапливаемые регуляторы, расположенные на панели, можно выбрать программу и отрегулировать температуру. С помощью сенсорных кнопок и отображаемых на дисплее значений, вы при необходимости можете осуществить настройки времени для полуавтоматического приготовления блюд. Как настроить время мы также расскажем в данном видео. Максимальная температура в камере достигает 250 градусов Цельсия. При такой температуре слоеные пирожки пропекаются за 15-20 минут, а для того, чтобы не пропустить момент готовности, предусмотрено освещение в камере. Не открывая дверцу, вы можете посмотреть, на каком этапе находится готовка. Отлично подойдет при работе с тестом. Для максимальной эффективности предусмотрено 7 программ, которые подходят для различных блюд. Разморозка, нижний нагрев, классический нагрев, двойной гриль с вентилятором, маленький гриль, большой гриль и верхний и нижний нагрев с вентилятором. При разморозке из-за циркуляции воздуха комнатной температуры оттаивание продуктов происходит намного быстрее, без использования нагревательных элементов. При нижнем нагреве обеспечивается более концентрированный нагрев основания блюд. Данная программа идеально подходит для приготовления блюд на низкой температуре, для рецептов медленного приготовления, томления или подогрева пищи. При классическом нагреве оба нагревательных элемента излучают тепло равномерно. Выпечка и прожарка будут осуществляться на одном уровне. При работе двойного гриля с вентилятором большой и малый нагревательный элемент в верхней части духовки работают одновременно с вентилятором, подходят для готовки на гриле большого количества мяса. В маленьком гриле работает только верхняя часть нагревательного элемента, который направляет все тепло вниз на пищу. Большой гриль нагревает оба элемента в верхней части духовки, подходят для приготовления гриля в большом количестве. При верхнем и нижнем нагреве с вентилятором, как можно судить из названия, одновременно работают нагревательные элементы снизу, сверху, а также вентилятор. Пища готовится со всех сторон, равномерно пропекаясь, образуя при этом аппетитную корочку. При первом подключении духовки к электросети дождитесь, пока на дисплее не начнет отображаться время. Формат по умолчанию 24 часа, после чего вы можете настроить текущее время, нажимая на кнопки плюс и минус, настройте время часов и минут. Для подтверждения каждого из значений не забудьте нажать на центральную кнопку. Теперь можно настроить таймер начала, продолжительность и окончание приготовления. Все параметры будут отображаться на дисплее. Можно настроить как несколько из них, так и оставить без изменения каждый. Если время не будет настроено для дополнительных программ, то и духовка будет работать в ручном режиме. Таймер приготовления можно установить максимально до 10 часов. Также можно включить звуковое оповещение по истечении времени через те же самые кнопки. Когда загорится значок колокольчик, значит установка звукового оповещения завершена. Давайте для примера настроим продолжительность готовки. Представим, что у нас уже готова запеканка, осталось ее только запечь. Включаем духовку, выбираем программу и настраиваем температуру. Теперь, пока духовка нагревается, осуществим настройку продолжительности. Нажимаем на центральную кнопку, пока на дисплее не отобразится дюрейшн и переходим к настройке. Запеканка готовится примерно 40 минут. Устанавливаем данное время на дисплее, после чего подтверждаем его. На дисплее отобразится значок «А», указывающий на полуавтоматическое приготовление. По истечении установленного времени духовка прекратит работу и сдаст звуковой сигнал. Если блюдо готово, поверните регулятор температуры в положение «НО». А если хотите продолжить работу, нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение трех секунд. Печь перейдет в ручной режим. Приготовление блюд в духовом шкафу не всегда проходит аккуратно. На поверхности камеры могут остаться следы жира и других загрязнений. Данная модель имеет специальное покрытие, которое с помощью паровой очистки можно очистить быстро, легко и без лишних усилий. Для этого необходимо установить любую жаропрочную посуду на дно камеры, налить туда воды и нагревать в течение 30 минут при температуре в 100 градусов Цельсия, а затем с помощью губки или мягкой тряпки с использованием моющего средства протереть поверхность. Ну я не забыть вытереть насухо. Для лучшего удержания тепла внутри камеры дверца имеет два стекла. Стекла легко разбираются, чтобы их можно было помыть по отдельности. Также при необходимости вы можете снять дверь полностью. Для того, чтобы снять дверцу, необходимо оттянуть зацепки на петлях и аккуратно, прикрыв дверцу, вытянуть петли из гнезда. Установка дверцы на место происходит в обратном порядке. Ну а чтобы просто снять одно из стекол, вам необходимо отодвинуть держатель с двух сторон и вытащить стекло. После мойки и сушки установите стекло на место и поместите держатели в правильное положение. Духовой шкаф Мидея незаменимая техника на каждой кухне, которая объединяет в себе большое количество программ приготовления, компактные размеры и характеристики, которые не оставят равнодушным любого. Мидея, почувствуй себя дома. Если данное видео было полезным для вас, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех новинок. Ну а если у вас остались вопросы, звоните нам на горячую линию, мы все расскажем и покажем.